Состоялась очередная 28-я сессия Государственного Совета Чувашской Республики. Удостоверение и значок народного избранника получил ректор Чебоксарского кооперативного института Валерий Андреев. Он работал в составе парламента предыдущего, четвертого созыва. Мандат был передан ему после досрочного прекращения полномочий депутата Ирины Калентьевой. Еще одно кадровое известие из парламента. Должность заместителя председателя комитета по социальной политике и национальным вопросам заняла депутат и олимпийская чемпионка Елена Николаева. Напомним, должность освободилась после назначения Игоря Кушева председателем бюджетного комитета. Всего в повестке дня 28-й сессии значилось 18 вопросов. А самый актуальный – внесение изменений в закон о выборах главы Чувашской Республики. Законопроект, представленный министром юстиции Надеждой Прокопьевой, уточняет полномочия территориальных избирательных комиссий, запрещает принуждать муниципальных депутатов ставить подписи в поддержку кандидатов и устанавливает сроки на подачу документов на регистрацию кандидатов. Также проектом закона вводятся процедуры досрочного голосования. Данные поправки в целом были поддержаны депутатами Госсовета, однако без прений не обошлось. Мы хотим, предлагаем Госсовету понизить норму муниципального фильтра на предстоящих выборах главы Республики до 5%. Как вы знаете, в 2012 году, по-моему, мы обсуждали эту поправку, Госсовет там принимал норму в 7%. Значит, но мы исходим здесь из реального расклада нашей политической ситуации в Чувашской Республике и здравого смысла. Значит, ни одна политическая партия, за исключением одной, в частности Единой России, не обладает в органах местного самоуправления не то что 7%, а даже 5%. Муниципальный фильтр – это процедура сбора подписей депутатов муниципальных образований в поддержку кандидатов на должность главы региона. Данный показатель утвержден федеральным законом, но согласно нормативу каждый регион вправе сам установить уровень муниципального фильтра от 5 до 10%. В 2012 году чувашские парламентарии большинством голосов поддержали отметку 7%. На этом совещании пришли все-таки к мнению, что остановиться на золотой середине на 7%, чтобы не перегибать палку, потому что федеральный законодатель все-таки эту вилку представляет. То есть остановиться на 7%. Данный вопрос дальше рассматривался на кабинете министров, рассматривался на профильном комитете у Старственного совета и было, уважаемые депутаты, абсолютно большинством поддержано. В настоящее время этот закон еще в действии не применялся и менять, например, то мнение, которое закон был принят вами буквально совсем недавно и который еще не прошел апробацию, я думаю, об этом говорить как-то совсем, наверное, даже и некорректно. Активное обсуждение вызвал проект изменений в закон Чувашской республики о регулировании правоотношений в сфере проведения капитального ремонта многоквартирных домов. В основном речь идет о регламентировании работы регионального оператора и осуществлении контроля его деятельности. Мы понимаем, что то, чем сегодня занимается региональный оператор, начиналось с ноля. Тот комплекс проблем, который на сегодня стоит перед региональным оператором, он очень большой. Начиная действительно, как у правильного скандала, сейчас стоимостью от комиссии банков за прием денег от населения, там кончая стоимостью по доставке. Просто физически 261 платежное поручение надо доставить. И у нас на сегодня при высокой стоимости доставки почты России, к сожалению, нет альтернативы, физической альтернативы нет, которая обеспечит практическую и качественную доставку этих извещений. Вопросов масса. И поэтому я думаю, что это изменения законопроекта, которые мы сегодня принимаем, они будут не последними. Оба законопроекта были приняты в первом и втором чтениях. На сессии были обсуждены и другие вопросы. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика.